Что касается летнего сезона, то к нам обратилось чуть менее 200 звонков мы обработали. Из них 61% обращений поступило от частных лиц, 32% от агентств и 7% от туроператоров. Это туроператоры, которые не входят в ассоциацию, то есть это сторонние организации. Еще раз повторюсь, мы открыты для любого потребителя, для любой туристической организации и стараемся ответить на любые вопросы. Портрет нашего клиента в летнем сезоне выглядит следующим образом. Это частное лицо, которое проживает в Москве и которое позвонило в правовую службу для того, чтобы пожаловаться на мошенничество туристической компании, в первую очередь по туру в Россию. Почему таким образом именно выглядит портрет, сейчас объясню. В этом году мы делали более подробную статистику, мы фиксировали обращения по ряду параметров. И можем сказать не только основные какие-то причины обращений, а также географию нахождения потребителей, обратившихся к нам за помощью, направление, по которому они просили помощи. Почему туры в Россию? Конечно, в первую очередь, почему мошенничество именно по туру в Россию? Как вы знаете, произошло на рынке в этом сезоне, в летнем, довольно ряд неприятных происшествий. В первую очередь, это объединенные курорты. Компания, которая организовывала проживание в санаториях Сочи, Геленджика и ближайших регионов, которая пропала вместе с деньгами туристов. Туристы перечислили эти деньги, отдыха не получили, не воспользовались. И ассоциация предложила помощь по сбору заявлений и передаче их в правоохранительные органы города Сочи. Поэтому шквал звонков по этому вопросу, который поступил в ассоциацию, превышал более 50 заявлений. Мы все их оперативно передавали в правоохранительные органы. Но при этом у людей были ряд вопросов, как получить свои деньги обратно, возможно ли каким-то образом вернуть деньги, перечисленные все-таки в санаторий, как вернуть предоплату, как можно договориться с банком по отзыву денежных средств расчетного счета. То есть все эти вопросы, именно связанные с мошенническими действиями туроператора объединенные курорты, поступали в ассоциацию и продолжают поступать до сих пор. Их большее количество, именно поэтому мы говорим, что, к сожалению, направление России в этом году лидирует в нашем списке популярных обращений и жалоб. Вместе с тем, вместе с Россией, самые популярные вопросы задавались по турам в Турцию. Здесь объяснять, наверное, не нужно, потому что одно из самых популярных направлений, чем больше туристов выезжает по данному направлению, тем больше вопросов возникает, и туристы пытаются понять и определить те или иные вопросы. На втором месте по направлениям, по обращениям в правовую службу, второе место занимает Египет, это 8% всех обращений, тоже, в общем, понятно, тоже довольно популярное направление, и вопросы по туру, организованным именно в эту страну, тоже поступают достаточно часто. Второе место у нас занимает Болгария, ой, простите, третье место у нас занимает Болгария, тоже в летнем сезоне, это направление пользуется популярностью, наверное, как раз это естественная ситуация. Что касается четвертых мест, то их разделили Греция и Италия, и если Греция тоже довольно популярное направление среди российских туристов, то Италия в этом году в рейтинге самых популярных вопросов правовой службы занимает вот такие высокие места, благодаря, не благодаря, конечно, из-за ситуации, которые происходили на этом направлении, неприятных. То есть это крушение круизного лайнера Коста-Конкордия, это банкротство компании Винджет, авиакомпании, и, естественно, у людей возникают вопросы, как вести себя в этой ситуации, что можно сделать, как вернуть деньги. То есть это, конечно, основные вопросы, за которые задаются нам. Что касается места проживания потребителей, которые обращаются в правовую службу, то, конечно, лидирующее место, 24%, занимают потребители, которые проживают в Москве. На втором месте находится Санкт-Петербург, это 5% обращений. И третье место делят между собой Нижний Новгород и Краснодар. От них мы зафиксировали 4% всех обращений. Далее идут практически все основные города России, которые люди узнают об ассоциации, звонят, пишут, задают вопросы. На долю этих городов приходится от 3% всех обращений. Вопросы нам задаются из Пятигорска, Барнаула, Саратова, Перми, Ростова-на-Дону, Воронежа, Красногорска, Мурманска, Йошкар-Орала зафиксировано, Южный Сахалинск. То есть практически все города, в которых так или иначе присутствует туризм, туристические компании. Самый, наверное, популярный, самый главный момент нашей статистики – это все-таки причины обращения. Мы уже сказали, что первое место по ним занимает мошенничество. Связано это, еще раз повторюсь, с компанией Объединенные курорты, с компанией, с туристическим агентством московским, уже Джулия Тревел, которая, как вы, наверное, знаете, достаточно долго работала на рынке, более 10 лет, и все эти годы являлась одним из самых профессиональных агентств, являлась приоритетным агентством для многих операторов. Но последний год работала все хуже и хуже, из всех высоких рейтингов она, к сожалению, пропала, и закончилась ее деятельность тем, что туристы заплатили деньги за различные туры по различным направлениям, и в конце июля выяснилось, что агентство пропало, агентство нету, денежные средства никому из туроператоров перечислены не были, несмотря на то, что у Джулии Тревел был хороший, правильный законный договор, в котором был указан оператор, но при обращении по каждому случаю денежные средства оператора не перечислены, то есть все эти туристы, все туристы Джулии Тревел на данный момент денежные средства потеряли, и вернуть их пока законных возможностей нету. Руководство Джулии Тревел найти на данный момент невозможно. Это первое место, мы уже сказали, это мошенничество. Второе место по причинам обращений в правовую службу является отказ от тура. Тоже довольно-таки популярный вопрос. В прошлом году в летнем сезоне он занимал первое место лидирующее, в этом году чуть-чуть позиции свои уступил, но тем не менее, почему эта причина, почему эти вопросы? К сожалению, российские туристы не всегда оставляют за туроператором, за исполнителем услуги право удерживать фактически понесенные расходы в случае отказа от тура. Не все готовы с этим мириться, скажем так, и поэтому обращаются к нам для того, чтобы понять законность, справедливость вот таких удержаний. Вопросов действительно много, это порядка 14% от всех обращений в правовую службу. Вопросы, еще раз повторюсь, самые разные, но в первую очередь они связаны исключительно с аннуляцией тура и с удержанием туроператором или турагентом своих фактически понесенных расходов, которые, в общем-то, законом о защите прав потребителя позволяются удерживать исполнителям услуги. На третьем месте у нас претензии к отелям и банкротство туроператорских компаний. Несмотря на то, что летом, к счастью, у нас громких банкротств не происходило, но тем не менее 12% всех обращений приходится именно на этот пункт, связанных с тем, что обращается и по поводу банкротства туроператора Ланта Тур, и по поводу банкротства компании ITC, и даже по поводу банкротства Капитал Тура. То есть компании уже давно нет, а проблемы у людей до сих пор, у туристов и у агентств сохраняются, и возникают у людей вопросы, которые не могут ли решить самостоятельно, поэтому обращаются к нам за советом, за помощью, за содействием. Претензии к отелю тоже достаточно популярны. Те же самые 12% от всех обращений занимают. Тоже популярные вопросы, потому что лето, люди, как правило, выезжают к морю всей семьей с детьми, большое значение уделяется именно средству размещения, и если происходит либо переселение, либо замена отеля, либо люди не получили того, что рассчитывали получить, отдыхая в этом отеле, тоже одна из главных причин всех претензий. Люди обращаются, пытаются понять, как зафиксировать вот эти нарушения, как предъявлять претензии, и действительно ли обоснованы в данном случае те или иные претензии к данному отелю. К нам обращались также по вопросам неисполнения агентством своих обязательств, это 10%, и 6% всех обращений, это тоже довольно-таки важный момент, это надежность туроператора. То есть все больше и больше обращений поступает к нам именно с этим вопросом и от туристов, и от агентств. То есть пытаются агентство найти себе партнера, чье финансовое состояние не вызывает нареканий, и ищут надежного партнера, с которым тур точно сложится, и не будет проблем с клиентами. Клиенты точно так же пытаются выяснять, не случится ли с ними ситуация, подобных громким скандалам с туроператорами. К сожалению, до сих пор можно фиксировать, что все вот эти обращения относительно надежности туроператора происходят к нам уже после того, как турист оплатил полную стоимость тура. То есть когда, в принципе, он вступил уже в правоотношения с туроператором, заказал тур, и расторгать его, в общем, достаточно теперь будет уже проблемно. Поэтому, к сожалению, пока еще вот эта тенденция сохраняется. Сначала мы платим, потом выясняем, надежен ли туроператор или нет. Многих, в том числе и туристов прямых, волновали вопросы по поправкам в закон, которые были приняты в мае этого года. Туристы выясняли, как теперь им жить дальше, куда им обращаться, если вдруг что-то не так произойдет. Безусловно, в основном эти вопросы интересовали агентства и туроператоров. Дополнительно, различные вопросы были, которые занимают примерно 3% и менее. Это по визам, по авиаперевозке, по страховке. К сожалению, до сих пор сохраняется устойчивое обращение в правовую службу по вопросам таймшера. То есть это схемы, вот эти ваучеры, они до сих пор продаются. Продаются они в основном в торговых центрах. И очень много потребителей, которые сначала их приобретают, потом читают договор, выясняют, что расторгнуть его практически невозможно, потому что он заключен с иностранным юридическим лицом, и пытаются уже на месте как-то решить этот вопрос. Но, к сожалению, еще раз повторюсь, что таймшер до сих пор процветает. Из того, что главная тенденция нашей статистики, можно назвать, что если ранее туристы не затруднялись ответить, кто у них является туроператором по туру, то есть не все туристы понимали, что помимо агентства есть еще непосредственные исполнители их тура, компания, которая несет ответственности за организацию, за их нахождение за рубежом, то сейчас за этот летний сезон 16,5% туристов затруднились ответить, кто является туроператором по их туру. То есть это понижение идет очевидное, все больше и больше туристов понимают и начинают разбираться в взаимоотношениях, которые происходят между туроператором и турагентом, все больше туристов понимает, как устроен туристический бизнес и кто за что отвечает. То есть это положительная тенденция, она, безусловно, не может не радовать.